приветствую всех на своем канале с вами михаил раме сегодня я хотел сделать бы обзор на очень хорошую игру которую предложил мой подписчик он написал в комментариях под одним видео а также написал мне в дискорд я скачал эту игру поиграл в нее и нашел в ней кое-что интересное называется эта игра don't starve игра довольно интересная и я уверен что вам она понравится поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием главное чтобы вам понравилось ну что же а мы начинаем так ну что же для начала нам нужно скачать эту игру до этого момента я понятное дело не показывал как надо вообще качать откуда качать ведь все игры на которые делал обзоры доступны были в плей-маркете но не эта игра эта игра в плей-маркете не бесплатная вы должны заплатить 309 рублей чтобы официально скачать ее из плей-маркета и поиграть но ребят я не понимаю даже вот создатели этой игры зачем они выложили в плей-маркет платную версию игры этой если на дворе 21 век и любой практически пользователь может взломать игру блин скачать из разных ресурсов абсолютно бесплатно но все же я покажу как это делать пишем в любой браузер название игрушки которые например там платная и пишем там скачать бесплатно на android все такое обычно я всегда пользуюсь сайтом педалой не знаю правильно сказал нет но ладно вот эта игра вот тут описание скриншоте ки и написано что скачать игру там из плей-маркета за 309 рублей но что мы тут видим мы можем скачать а пока и кэш для начала нам нужно скачать конечно же кэш переходим на вот такую ссылочку нажимаем скачать все ребят кэш у меня скачался теперь можем на него нажать и нажать извлечь в выбираем папку android по биби и нажимаем извлечь если у вас не xiaomi телефон как у меня то вам понадобится есть проводник так как просто так вы не сможете это извлечь заходите в загрузки зажимаете нужный вам файл нажимаете на еще и распаковать выбираете точно также путь то есть путь у вас должен быть cd-карта android.obb дальше обязательно смотрите вот наш файл который только что мы излетли в обе би мы должны в него зайти и вот эту вот штучку мы должны переместить в android.obb потому что она сейчас находится в отдельной папке вот в этой а нам это не нужно выбираем опять android.obb и нажимаем вставить и вот как мы видим она у нас вот так вот установилась то есть ком вот все такое от эту папочку мы просто удаляем там сейчас было ноль объектов теперь переходим назад на сайт и уже скачиваем сам apk вот он скачался нажимаем установить и все вот наша игра установлена кстати если вы перейдете обратно в play market то 309 рублей пропадут и появится открыть и удалить как будто вы заплатили и скачали все прекрасно так что давайте уже зайдем в игру и расскажу что там как и вообще что это за игра как мы можем видеть игра спокойно запустилась все у нас отлично все мы скачали бесплатно и как мы можем видеть все сейчас на английском но не переживайте есть кнопочка языки мы туда переходим и выбираем язык русский да русский язык здесь есть для смены языка требуется перезагрузка зайдите и закройте игру и зайдите снова ok и вот я перезашел в игру как мы можем видеть язык изменился и у нас полностью все русское в опциях вы можете изменить управление всякие настройки посмотреть кто автор и этого вообще всего ну ладно давайте нажмем кнопочку играть выбираем слот это например новая игра и мы должны выбрать режим либо это классика либо без опыта чем они отличаются то есть классика это у нас оригинальная бескомпромиссная игра на выживание то есть если мы умрем то значит умрем а без опыта это как творческий режим в майнкрафте мы просто можем ходить и кажется если нас убьют то мы возрождаемся а в классике нет и еще один плюс этого режима без опыта то что ночью мы можем видеть а на выживание мы ночью без огня видеть не можем ладно давайте выберем выживание и начинается генерация мира сейчас я это конечно же пропущу генерация мира завершена и вот наша игра началась что мы тут можем видеть это самое первое это джойстик нашего управления ну и давайте все по порядку у нас есть в левой части экрана наши способности что есть что мы можем сделать это например сделать оружие какое-то это либо топор либо кирка либо другие какие-то инструменты которые мы даже будем потом открывать дальше добыча огня это самое простое факел потом костер и кострище также нам понадобятся глава разные ловушки чтобы ловить там не знаю птиц монстров и делать из них там виду и еще что-нибудь потом у нас есть разные исследования то есть если мы найдем вот эти вот предметы мы сможем построить научную машину и она нам даст доступ вот к этим закрытым всяким штукам кстати чтобы посмотреть что это такое вы просто нажимаете на любой предмет и вот видите нас пишется например это золотой самородок это полено это камни так внизу у нас есть колонка то есть наш инвентарь это несколько ячеек инвентаря и три ячейки то есть то что у нас в руке то что на нас надето и наши шляпы то есть например давайте соберем цветок и вот он у нас появился нашем инвентаре мы сможем его даже съесть ребят так дальше у нас есть кнопочка паузы можем понятное дело сохранить и вы кстати сохранение происходит по истечению дня дня игрового дня или вы можете сохранить и выйти если же вы вышли и не сохранились у вас будет с последнего сохранения все начинаться дальше есть кнопочка карты и у нас не дается сразу вся карта а потихонечку куда мы идем она открывается то есть захотели пошли сюда и вот немножко карта открылась дальше у нас есть две кнопочки это удар и собрать то есть например нам нужно собрать ветки саженец мы нажимаем на кнопочку собрать и вот мы собираем и они переходят к нам в инвентарь дальше самое главное это наше состояние голода это наши жизни и наш интеллект ну и последнее это день то есть когда стрелочка находится на желтой части экрана это значит получается день или утро когда она красный то это вечер и видно ну не так уж хорошо а когда она находится на синей части экрана то это уже ночь и например без факела нам не будет ничего видно давайте к примеру сейчас сделаем как раз факел нам нужно две ветки которые у нас уже есть и две сушеные травы сон и трава выглядит вот так все я собрал две сушеные травы и могу создать факел нажимаем создать и вот у нас он появляется в руке но когда он горит видите проценты немножечко вычисли вычитаются у нас сто процентов факел то есть когда он догорит полностью до 0 процентов он у нас израсходуется это также действует и на топор там кирку мы можем ударить всего там сколько-то раз и потом у нас ну типа сломается давайте нажимаем снять факел чтобы он у нас был в инвентаре и когда будет ночь мы его применим так для топора нам нужны ветки и один кремень кремень валяется где-то просто так или впадает из камня но на начальном уровне нам конечно же камни мы не можем рубить потому что камень рубит кирка кремень мы можем найти просто на игровом поле нажимаем создать топор и вот он у нас в руках видите сто процентов и что мы можем делать топором мы можем рубить деревья подходим и нажимаем на кнопочку собрать и тем самым рубим дерево нажимаем несколько раз видите проценты немножечко вычитается у топора то есть один процент это один удар ну и вот вот такую ель мы срубили 10 ударами у нас топор еще 90 процентов то есть он еще не до конца сломался ну нажимаем собрать нам шишку полено поленом вот давайте я сейчас немножечко приостановлю видео и уже покажу вам как все это выглядит вечером то есть ночью так ну что же вот так вот у нас выглядит вечер вот такой вот немножечко темненький а сейчас наступит уже ночь да и вот как мы видим наступает медленно-медленно ночь и мы полностью ничего не видим давайте придем в наш инвентарь и зажгем факел вот видите мы начинаем уже немножечко видеть кстати ребят я тут немножечко прокачался и мы к примеру можем сделать уже костер нажимаем создать костер и опять нажимаем и вы должны его разместить выбираем место размещаем и как мы можем видеть нам факел больше пока что не нужен ведь костер нам вот вот такой вот пространство освещает и мы можем себя видеть последнее что я вам покажу на сегодня это например видите у меня немножко я проголодался и собрал вот я ходил по карте одну морковку мы можем ее есть нажимаем есть и у нас немножечко год утихает вот такая вот сегодня интересная игрушечка была я показал вообще начальный этап то есть конечно же я не развился полностью я выжил только где-то один день как сказать дальше то я конечно играл но решил остановиться на этом нам именно на обучение если вы хотите прохождение поэт игрушечки топ напишите в комментариях также вы можете предлагать мне игры что и сделал в принципе мой подписчик предлагайте мне игры в дискорде или в комментариях то есть просто скидывайте ссылку на эту игру я ее смотрю если она мне нравится я делаю по ней обзор все довольно просто и тем самым вы мне помогаете а я упоминаю вас в моих видео если вам понравился ролик и игра то ставьте лайк если что-то не было не так то поставьте дизлайк а в комментариях напишите почему же этот дизлайк вы поставили что вам не нравится и я попытаюсь это исправить благодарю всех кто досмотрел этот ролик до конца мне это очень приятно желаю всем удачи хорошего дня всем пока